Ума-палата. Не зарплата, но дивиденды принесёт. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире дискуссионная передача «Ума-палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Это передача для тех, кто задаёт вопросы и ищет ответы. Программа создана при участии Вятского интеллектуального клуба, неформального сообщества думающей интеллигенции нашего города. Тема сегодняшней передачи – современные российские мифы. Со школьной скамьи мы привыкли, что мифы – это что-то очень старое. Древнегреческие мифы или древнеримские. В любом случае, то, что придумано людьми больше двух тысячелетий назад. Поэтому возможно, что словосочетание «современные мифы» кому-то резонуло слух. Тем не менее, они существуют, и мы намерены о них говорить. Сегодня в нашей дискуссии примут участие члены Вятского интеллектуального клуба. Тимур Кожевников, практикующий психолог, преподаватель юридической психологии МГА. Да, здравствуйте. И Захар Шашин, кандидат философских наук, руководитель чайного клуба мойчай.ру в городе Кирове. Да, добрый день. Мы поставили перед собой сложную и, возможно, невыполнимую цель. Не просто рассказать о том, какие современные убеждения являются мифами, но также о том, как распознать миф и противостоять его влиянию. Конечно, если речь идет о деструктивных мифах. Но вот я сразу и обозначил, что мифы бывают разных категорий. Позитивные, деструктивные, ну и нейтральные. Много лет назад я написал учебник по истории философии для вузов, который был одобрен в Министерстве самообразования России. И в нем я даю такое определение мифу. Миф – это форма мировоззрения, специфическое восприятие явлений природы и общественной жизни. И если со временем наука вытеснила мифы, отобрав у них функцию объяснения явлений природы, то в общественной жизни современная мифология по-прежнему играет важнейшую роль. Она объясняет людям общественное устройство и придает устойчивость различным сообществам. От стран и народов до трудовых коллективов и общественных организаций. Такие мифы можно условно считать позитивными. Например, известные всем древнегреческие мифы скрепляли единство жителей Древней Эллады. А в современной России в качестве примера позитивной мифологии можно назвать духовные скрепы, которые ментально скрепляют единство россиян и укрепляют их патриотические чувства. Однако далеко не все современные мифы безобидны. Мы рассмотрим, прежде всего, деструктивные мифы, доверие к которым способно отнять как минимум ваше время и деньги, но также ваше здоровье и даже жизнь. Приведу показательный пример того, что является современным мифом. Вселенная нас слышит. И если сделать правильный запрос и мысленно послать его Вселенной, то она обязательно поможет. А еще лучше послать коллективный запрос, тогда желание обязательно сбудется. И вот теперь я обращаюсь к своим собеседникам за помощью и прошу их объяснить. Но откуда взялся этот миф? Считаете ли вы так же, как я, что это именно деструктивный миф? И как объяснить тому, кто искренне в него верит, что он заблуждается? Давайте начну я. Мне кажется, что корни этого мифа и большинства других, которые мы сегодня будем обсуждать, лежат в так называемой великой духовной экспансии Востока на Запад, которая произошла в два таких больших этапа. Первый был вторая половина 19 века. Ну и самый главный – это этап середины 20 века. Это эпоха хиппи, эпоха Нью-Эйджа, когда достаточно сложные философские идеи Востока легли на маркетинг Запада. Вот, скорее всего, оттуда это всё и идёт. Ну, оттуда идёт, но вот почему это всё-таки миф, и почему он деструктивный? Ну вот насчёт деструктивности я не знаю. Нету такого точного, наверное, ответа, является ли он деструктивным. Но с точки зрения, почему это миф? Да, потому что это способ описания мира определённый, способ действия внутри этого мира, при этом не имеющий конкретной обратной связи с реальностью, то есть его можно достаточно длительное время поддерживать, и ты не можешь никаким образом его опровергнуть, поэтому наука не может с этим ничего сделать, потому что наука, она работает с опровергаемым, а это не опровергаемое никоим образом. А это мало воздействует на конкретную жизнь человека, но и самое главное, если ты во что-то веришь, ты всегда находишь этому подтверждение в реальности, и поэтому переубедить человека, который во что-то верит, невозможно, потому что он будет везде видеть подтверждение своим мыслям. Интересно. Тимур, есть что добавить? Ну, наверное, как раз вот Захар только что сказал, что, ну, скажем, верить в природе человека, да, и вот был такой психолог Дэниел Гилберт Гарвардский, и в 90-е годы, вот обобщив столетие исследования, он примерно следующую фразу сказал, что люди – это доверчивые существа, которым очень легко поверить во что-то, и очень трудно в этом усомниться. Или, другими словами, Марк Твен сказал, что проще обмануть человека еще раз, чем убедить в том, что его уже обманули. То есть природа верования, она, скажем так, в психологии человека закрепилась давно. Если скажу сейчас, об этом можно сказать или чуть позже, человек со временем, как у него в эволюции сложилась, появилась речь, вместе с появлением речи, и появились вот эти вот верования. То есть человек стал воспринимать окружающий мир не непосредственно, как было раньше, да, то есть там в первобытном, скажем, обществе, непосредственно через слух, через зрение, через киноэстетику и ощущения, да, потому что там некогда было думать, некогда было расслушивать и выслушивать, там вопрос жизни и смерти, да, то есть если в кустах зашуршал, то вполне хищник, надо бежать. Вот, а со временем, когда человек, вот, обрел, скажем, эту функцию речи, и появился механизм, люди стали верить больше словам, потому что раньше до того, как непосредственное восприятие мира было, и вот это вот, там, 190-200 тысяч лет назад почитал информацию на этот счет, примерно вот тот рубеж, когда, получив речь, скажем, такую, которую мы сейчас можем, ну, как бы, пользоваться, наверное, ей, вместе с этим получили и механизм верования через орган слуха, вот, и одновременно получили еще и ложь. То есть ложь, она как раз и явилась как следствие вот такого механизма восприятия через орган слуха. Ну, вы, ребята, так достаточно наукообразно и сложно объяснили, что я, наверное, вынужден свою точку зрения тоже сказать, как я обычно вот по поводу этого мифа своим знакомым объясняю, почему это именно мифа, и в это верить, в общем-то, достаточно глупо. Ну, во-первых, я спрашиваю, ну, а где у вселенной уши, которыми она вас слышит? То есть, вот вы говорите, слышит, а что слышит-то? Мозг у неё есть, у этой вселенной, и что такое? Вот, вы говорите, вселенная нас слышит. Вселенная – это миллиарды-миллиардов, там, звезд, галактики и так далее, бесконечные миллионы миллиардов световых лет. То есть, такое пространство просто огромнейшее. Даже представить его обычный человек просто не способен. И вот, а кто вы? Пылинка на теле слона будет намного больше, чем вы на теле Вселенной. Почему вот эта бесконечная Вселенная с миллиардами-миллиардов галактик должна вообще что-то вас слушать и ещё и выполнять ваши какие-то простятские желания? То есть, ну вот, просто вы соотносите себя и, в общем, то, к кому вы обращаетесь. Владимир Сергеевич, знаете, вот у меня есть такая мысль, что у этого мифа есть позитивная сторона. И заключается она следующим. Может быть, да. Что для того, чтобы сформулировать вот это обращение к Вселенной, возьмём это в кавычки, да, нужно понятие, что ты хочешь. Понимаешь, вот как мне кажется, там подавляющее большинство людей очень часто не знает, чего она хочет, чего они хотят. А как только ты сформулировал, чего ты хочешь, ты уже проделал половину работы. Поэтому вот можно рассмотреть, да, этот миф, безусловно, на физическом уровне никто тебя не слышит, но это работа с внутренним миром. Я соглашусь с вами, что, конечно, в этом смысле какой-то позитив есть. Но в то же время, вот почему я его считаю всё-таки деструктивным, потому что вот этот миф отстраняет как бы человека от реальных, практических действий, которые только и могут помочь ему решать его проблемы, а настраивают на ожидание, на какой-то мистической помощи, понимаете? То есть человек-то превращается немножко в инфантильное существо, зависимое от неких сил, которых на самом деле нет. Вот и в этом, я думаю, что это вот большая деструктивная ложка. Да, я соглашусь, что действительно это такой инфантильный подход, да, просить. Но надо сказать, что существует много похожих мифов, я вот в параллель, может быть, ещё парочку с вами рассмотрим. Вот, например, миф с прямо противоположным посылом. Берегитесь своих желаний, да, то есть, знаете, они могут исполняться. Но тут надо добавить, что берегитесь своих плохих пожеланий другим людям, сказанное в дневе или в сердцах, они обязательно исполнятся. Но тогда ухудшится ваша собственная карма, и ваша собственная жизнь потечёт там наперекосяк. Слышали, наверное, такое? Много разных вариаций этого есть. То есть, я, конечно, какую-то такую интерпретацию отдаю. Вот фактически-то это миф о воздании злом за злом. Обида может пройти, а действие, вызванное ею, будет продолжать разрушать вашу жизнь. Что можно сказать об этом мифе? Давайте, да, тогда. Мне кажется, опять же, этот миф лежит кронями в Нью-Эйджа, который мы уже обсуждали, да, это вот эпоха хиппи и так далее. И давайте посмотрим глубже вообще в понимание кармы, именно философское, глубоко в индийской культуре. Что это такое? Для восточного типа мировоззрения важнее не внешний мир, а внутренний мир человека. И вся там йогическая практика, тантра настоящая, она связана именно с работой с внутренним миром человека, приведением его в определённое состояние. Соответственно, если ты будешь делать какие-то действия, которые ты точно понимаешь, что кому-то вредят, то очень сложно врать самому себе, ты всё равно по поводу этого будешь переживать. Поэтому, соответственно, лучше не делать чего-то плохого, для того, чтобы больше дальше быть внутри, с самим собой в комфорте, в гармонии, скажем так. Поэтому вот в этом плане это классический подход к карме. То, что мы сейчас это используем, это инфильтрация каких-то эзотерических клубов, которые сформировались в 80-х, 90-х, уже в общественное сознание. Можно добавить, наверное, если я для себя подумал, что у любого, наверное, мифа, ведь в любом случае есть заказчик. То есть в мире у нас причинно-следственные связи, по большому-то счёту. То есть у нас ведь три плоскости, если рассмотреть психологический. Это мир идеальный, скажем, то, что лучшее у нас есть, там, у категории душа ассоциируется, есть интеллект, это социальные какие-то механизмы, вопросы там, да, и материальные – это тело. То есть у нас три основных части есть, и в основном, так или иначе, интерес вокруг этих вот и вращаются, наверное, категории. И вполне вероятно, допуская кто-то эти мифы, там, течения религиозные, как их называют, там, праздновать можно называть, подойти, наверняка есть какой-то ведь и заказчик, то есть кто-то же с этого, наверное, должен что-то получать. То есть есть ли такие длительные времена? Ну, нет. Вот заказчик, мифы, вот как-то такое, мне кажется, тут придуманное. Ну, у каких-то мифов, конечно, есть заказчики, но это в основном касается, скажем так, корпоративных мифов, да, то есть там легенд, это связано с корпорациями, может, с государством быть связано. С государством. Но здесь общественный такой миф, который, в общем-то, вряд ли нуждается вот в каком-то заказчике. Ну, возможно, спорить. С другой стороны, смотрите, более рационализированная форма этого мифа – это современный, так называемый, эмоциональный интеллект, то есть идея в том, что нужно уметь контролировать свои эмоциональные состояния, не злиться просто так, по всякой мелочи, и этому раньше, например, даже не предполагалось, что этому можно учить, а сейчас вот разработанные методики, они популяризируются достаточно активно. Мне кажется, в этом есть некоторый позитив. Ну, с эмоциональным интеллектом там, ну, ладно, сегодня не будем его затрагивать глубоко. Я не совсем согласен, что вот это вот только то, о чём вы сказали, это глубже, но в то же время, опять-таки, не соглашусь с расхожим суждением, что нельзя злиться там на людей, надо контролировать свои эмоции, особенно там осуждается в нашем обществе вспыльчивость, открытое выражение гнева, а детей, вот как вы говорите, как раз молодец, учат сдерживать свои эмоции. Однако на деле-то вот у нас представители психологии, вот многие психологи, я знаю, даже советуют злиться, правда, дозировано, дозировано и желательно под контролем. Потому, вернее, есть совершенно материальные причины. Когда человек злится, в его организме выделяется норадреналин, из которого затем синтезируется адреналин. Это гормоны, которые повышают работоспособность и выносливость организма, его устойчивость к негаприятным факторам окружающей среды. Адреналин также улучшает питание мозга, что ускоряет мыслительные процессы, обработку информации. И если адреналин, допустим, способен вызывать чувство страха, то норадреналин, напротив, называют ещё гормоном счастья. Он нейтрализует действия адреналина и тем самым борется со стрессом. Поэтому дозированная злость, извините, так сказать, выражение гнева вполне допустимо. Лишь бы это не причиняло вреда другим людям. Абсолютно согласен. То, что подавлять свои какие-то эмоции, это точно путь, наверное, не самый хороший. А уметь их направлять, уметь с ними работать, с этими эмоциями, это очень важно. Но всё-таки постоянно находиться в стрессе, это тоже уже разрушение организма. Я говорю про дозированность, конечно. И давайте тогда уж и третий миф. Думаю, брать его, не брать, но разберём. Он из этой же области, как мне кажется, распространён среди людей от 30 до 45 лет. Как раз ваша возрастная категория. И курсирует между ними в такой псевдоигровой форме. Это, опять-таки, миф о карме, про который мы уже сегодня говорили, и что её якобы можно улучшить теми или иными поступками. Обычно человек, который сделал что-то хорошее, пишет в соцсетях, либо ему пишут такая фраза. Мы встречали, наверное, «плюс 100 к карме». Я не знаю, что «сто чего» там именно. Или там «плюс 500 к карме». Безразмерная величина. Непонятно, что именно, но «плюс к карме». Или что-то в этом роде. Могут встречаться, на самом деле, и другие фразы. Например, «вот я сегодня почистил карму». Встречали, наверное, тоже. Отшла как-то такси. Но это вовсе не игра, а именно мифологическое мировоззрение современных людей. И я, честно скажу, не понимаю, ну, откуда у современного русского человека часто замечу православного вера вот в эту карму. Как это сочетается-то? То есть, он ходит в храм, там, в церковь, и тут же пишет «плюс 100 к карме». Захар, может быть, опять вы... Мне кажется, что да, это вот опять же история. Как вот, смотрите, сейчас в интернете очень многие, даже не геймер, используют такую терминологию «из игры». Потому что когда-то геймерская тусовка была изолированная, сейчас много геймеров стало. То же самое. И если там когда-то у нас люди, которые говорили о карме, занимались духовностью и прочим, сейчас это инфильтровалось уже в общее пространство. И, скорее, тот, кто пишет «плюс 100 к карме», он не имеет в виду никакую там религиозную идею. Это просто словосочетание. Он-то не имеет в виду, конечно, я это понимаю, потому что это игровая форма. Но в то же время ведь есть конкретное действие. Там призыв такой, что, ребят, помогите, вот там «плюс 100 к карме» даю, там ещё что-то. То есть, оно, понимаете, на бессознательном уровне, вот оно, вера в то, что тебе будет воздаяние определённое, оно присутствует. Нет? Тимур Серафимович. Ну, вера, категория вообще серьёзная, она облегчает человеку жизнь. То есть, и человек, вот, почитал Труды не так давно, Наталья Бехтерева, у него как раз там говорится, что вот радость и вот вера в эту радость, то есть, она реально заложена, и там даже какая-то зона мозга за это отвечает. То есть, это её слова, она, человек признанный, авторитетный. И это она сравнивала, что это вообще инстинкт стремления вот к радости у человека, но радость, она должна нести за собой какую-то, какую-то основу веры. Вот. И человеку верить, мы можем верить в талисман, да, мы можем верить там в какую-то, скажем, магию и так далее. То есть, это в природе человека. То есть, тут вопрос, во что человек верит. Но критерий один, если человеку хорошо, да, то есть, он другим, вряд ли, не приносит, может, какая-то польза есть и для себя, и для других, наверное, это вариант, то есть, критерий оценки вот в каком направлении веры это двигается. Ну, хорошо. Давайте мы с кармическими всякими мифами современными закончим и перейдём немножко о других вещах. Хотя должен сначала, возможно, заметить, что мы вот сейчас затронули тему-то, которая вот даже непонятно, миф это ли не миф, или там религиозное какое-то зрение, ведь миф и религия, это тоже разные вещи, но мы сейчас как бы немножко не будем об этом. А я хотел о другом сказать, что вот под современными мифами не следует понимать обычные заблуждения малообразованных людей, которые базируются не на фактах, а связаны, скажем так, с неспособностью мыслить критически. И вот, например, по данным ВЦИОМа, 2% россиян убеждены, что земля плоская. А замечу, что 2% населения России – это не так уж мало, это около 3 миллионов человек. Ну, даже если там младенцев убрать, сону было 2,5 миллиона. Это гигантская, в общем-то, армия людей, которые убеждены, что земля плоская. Но ещё гораздо больше наших соотечественников уверены в том, что вышки мобильной связи пятого поколения, так называемые вышки 5G, распространяют коронавирус. Ну, глупость, конечно. Или то, что вместе с прививками от коронавируса людей чипируют, чтобы за ними следить или как-то управлять. Конечно, любой образованный и думающий человек понимает, что это полный бред, основанный на скудоумнии. Тем не менее, миллионы россиян искренне верят этому. Так вот, я хочу сказать, что подобное заблуждение вообще-то не является мифом, это просто заблуждение, именно базирующееся на недостаточности информации, на плохом образовании и так далее. Вы знаете, видео плоскоземельщиков – это такая прям промывка мозга, это так мощно работает на людей, там такая мощная история, там посыл такой очень крутой. И ведь главное – каждый из обозначенных вами мифов, он же подкрепляется какими-то доводами, и при этом эти доводы все увязаны в какую-то систему, которая кажется стройной, и люди начинают в это верить. Ну, конечно, ну давайте вот, если мы разберём миф о плоской Земле, ну, это, так сказать, геоцентрическая модель, которая в своё время, 2500 лет назад, была предложена Аристотелем. Ну, там Анаксимандр первый был, но вообще именно как модель это Аристотель сделал. Потом Птолемей, там уже в первом веке, её доказал математически. Почему, собственно говоря, она и стала в углу, и до 17 века это была главенствующая, или до 18-го даже, главенствующая модель. И мы знаем прекрасно, что и осуждение Коперника произошло, что он отверг эту модель, а Джордана Бруда вообще сожгли, да? То есть это всё подкреплялось авторитетом церкви, подкреплялось, значит, доказательствами математическими. И тем не менее, со временем, в общем-то, всё равно, правда, так сказать, истина, ну, нашла, так сказать, пути, пробилась. И мы сейчас прекрасно понимаем, что сегодня, что Земля всё-таки это шар, и она вращается вокруг Солнца и так далее. Ну, по большому счёту, почему Земля-шар? Потому что она, по большому счёту, внутри жидкая, а жидкость, она в невесомости приобретает определённую форму. Ну да. Ещё один миф. Кстати говоря, я хотел откормовать, но вот мне всё-таки хочется вот этот миф хотя бы быстро, так сказать, разобрать. Речь о так называемом регрессивном гипнозе, который очень популярен у псевдопсихологических сообществ. И, к сожалению, люди на это западают, им это начинает нравиться, так сказать, попадать в свои якобы прошлые жизни. То есть, эти регрессологи пользуются популярностью. Суть в том, что регрессологи на полном серьёзе утверждают, что причина проблем, которые преследуют человека в жизни, кроется в том, что с ним произошло какое-то такое особенное событие в прошлой жизни. Ну, или погиб он особенным образом, или накосячил как-то. И что в этой жизни он страдает по этой причине, что в прошлых жизнях что-то пошло не так. Поэтому надо найти время и место в одной из прошлых жизней, где вот это событие произошло, дальше, так сказать, вернуться, обсудить с регрессологом пути, как это можно устранить, снова попасть в это место, устранить причину, то есть, чтобы запустить, так сказать, эту прошлую жизнь иначе, и таким образом будет тебе счастье в этой жизни. Вот примерно такой миф. Давайте попробуем тоже разобраться, откуда ноги-то здесь растут. Это всё-таки немножко другое. И занимаются-то этим психологи. Гипноз, если его говорить, конечно, тема хорошая, и она уже давно, скажем, и функционирует, и от него польза есть. Но вот по поводу регрессивного, скажем, этого гипноза, который связан с прошлыми жизнями, тут, конечно, возникает много вопросов, потому что любой вид гипноза, он на что, скажем, рассчитан? Чтобы вот наше левое полушарие критическое, да, то есть, оно логическое, оно такой жёсткий определённый фильтр, чтобы его расслабить. И чтобы вот расслабить, там они несколько ритмов, там, по-моему, четыре ритма, чтобы человек подошёл к этому состоянию, расслабив тело своё, расслабив вот левое полушарие своё, разными дыхательными практиками, упражнениями, ну, всевозможные, там есть приёмы. Вот, и тогда, выйдя на ритм колебаний мозга другой, там частоты есть, там герцоги не рассчитываются, и человек якобы расслабляется, да, то есть, он может вот от этого фильтра логики уйти. А вот что у него там в этом подсознании находится, ну, вот, как правило, ну, определённый вот вариант, что это может быть, мы читаем книги, мы общаемся с людьми, да, то есть, а мысли возникают где? Мысли возникают от конфликта и контакта разных программ информационных, то есть, информация с информацией встретилась, скажем, да, и появляется мысль. То есть, что человек читал, где он был, может, у него какая-то мечта есть, да, и вот это вот неосознанно, оно может выдаваться как вариант, не скажу, что точно так и есть, вот, но как вариант выдаваться, что я был там в прошлой жизни. А как людей предостеречь от такой ложной-то информации, ведь они начинают, ну, как бы заблуждаться просто, и жизнь по-другому у них начинает течь от этого, и деньги тратят свои. На счёт предостеречь, вот не знаю, вот из личного опыта сказать скажу, пример у меня есть, скажем, сам гипноз не практиковал в чистом виде, но есть аппараты физиологические, которые к этому могут подводить. То есть, вот посмотреть, что было в нашей жизни, там, в детстве и так далее, то есть, это технически возможно благодаря этим средствам. То есть, я у меня ещё рассказывал пример, наверное, его озвучу ещё раз, да, то есть, есть такой аппарат Ленар, он в полиглиниках есть, в физиокабинетах, он как раз занимается вот расслаблением мозга вообще, и левого полушария, в частности, первую очередь. И вот у меня клиентка была одна на этом сеансе, и там, ну, какое-то время прошло, там, сон погружается, такое трансовое состояние, можно сказать, вот, и она увидела проблему и с детства, вот, то есть, и потом вышла на проблему, что вот она, есть эта проблема реально, и она будет... Нет, ну, это нормально, это психологический метод, да, действительно, разобраться, что у тебя там в детстве случилось, решить эту как-то проблему и всё. Тут же речь идёт о том, что мы не в этой жизни, а в каких-то мифических прошлых жизнях решаем проблемы. Ну, нам сейчас надо будет уйти на рекламу, и я последнее хочу сказать, что, тем не менее, ни современная наука, ни христианские, там, или исламские религии не подтверждают наличие у человечества множественности жизней, и регрессивный гипноз с погружением в какие-то прошлые жизни – это, безусловно, миф. Не попадайтесь на это. Сейчас мы уйдём на короткую рекламу, а после этого продолжим нашу беседу. Добрый день, уважаемые слушатели, в эфире дискуссионная передача «Ума Палата» и я, её ведущий, Владимир Сизов. Тема сегодняшней передачи – «Современные российские мифы». Я продолжаю беседовать с Тимуром Кожевниковым, практикующим психологом, преподавателем юридической психологии МГУА, и Захаром Шашиным, кандидатом философских наук, руководителем чайного клуба мойчай.ру в городе Кирове. Всё-таки предлагаю уйти немножко, так сказать, от кармы прошлой жизни и поговорить ещё об одном мифе, который, если и не создал, то, во всяком случае, внедрил в сознание миллионов россиян один очень известный и авторитетный российский рок-музыкант. Речь идёт о песне Андрея Макаревича «Не надо прогибаться под изменчивый мир, пусть лучший мир прогнётся под нас». Песня стала в России очень популярной и сформировала у миллионов людей определённый стереотип поведения. Однако очевидно, что если вы не царь или не президент, то мир под вас не прогнётся, а сломает вас или вашу жизнь. Даже и под самого Макаревича мир не прогнулся, его отстранели от эфиров и от большой эстрады. На мой взгляд, это самый деструктивный миф, который в современной российской истории вышел из-под пера известного музыканта. Есть у вас что-нибудь сказать, наверное, по этому поводу? Ну, можно, наверное, предположить по поводу Макаревича, что, ну, во-первых, он, конечно, музыкант и поэт, это его хлеб, он, скажем, утверждается, утверждался таким образом. Но вот любой из нас, наверное, присутствующих и отсутствующих, похоже, наверное, состояние испытывал, да, то есть эйфория какая-то, скажем, да, уверенно, и в завтрашнем дне всё хорошо складывается, там, и день, и неделю, и месяц, условно говоря. И в такой момент, конечно, вот, похоже, состояние возникает. То есть оно, наверняка, у всех было когда-то. Но чтобы вот так, если это вот взять, что это была такая линия жизни, мир прыгнуть под себя, то, конечно, это, ну, вот, вряд ли возможно. А так вот, если фразу эту взять, пусть лучше прыгнётся, то, конечно, пусть лучше прыгнётся, но он сам не прыгнётся, потому что у нас психология у всех примерно одинаковая. То есть вот, наверное, вот так я бы сказал. Законы физики и прочие законы, которые известны наукам, к сожалению, не прогибаются под волю человека никоим образом. Ну, тут имеется мир как общество, конечно. Ну, конечно. Ну, и даже социальные законы, они под конкретного человека могут на какое-то время прыгнуться, но недолго. Да, но песня, видите, вот он запустил такую утку, да, популистское заявление, скажем так, сделал, а люди, вот он известный человек, они пошли за ним, они, что мы там будем прогибаться сейчас, мы тут мир прогнём. А недумаете ли вы что-то? Я думаю, что много судеб об этом сломалось, вот благодаря его такому непродуманному поступку создания этой песни. Ну, хорошо, вообще, вот современные мифотворцы очень любят апеллировать к науке, на самом-то деле. Они утверждают, что их выводы, достижения или методы научно обоснованы, что придаёт им значимость и вселяет доверие. Если честно, мне вот такие люди напоминают средневековых алхимиков, они якобы превращали неблагородные металлы в золото, а на деле покрывали, допустим, настоящее золото тонким слоем свинца или другого металла, а затем на глазах у одураченной публики растворяли его в какой-нибудь кислоте, а золото оставалось. Вот современные мошенники, как и средневековые, хотят заработать денег на доверчивости людей. Но неподготовленный ум, который слышит наукообразные термины, чаще всего не способен отличить правду от лжи. Особенно если речь идёт, что там какой-нибудь доктор наук, профессор, там, не знаю, какой-нибудь академии, вот он там что-то открыл. Ну вот последнее, с чем я столкнулся, опять-таки, благодаря своим знакомым, это такой феномен, как нейрографика. Её изобретатель, так называемый доктор наук Павел Пискарёв. Почему так называемый? Я заинтересовался, я стал искать информацию. Так вот, выяснилось, что докторскую диссертацию он защищал не в диссертационном совете при каком-либо государственном университете, как это полагается, а в ООО, то есть в обществе с ограниченной ответственностью. То есть вот Захар понимает, что это просто смешно. А общество с ограниченной ответственностью, которое называлось Международная академия психологических наук. Ярославля. Ну, понимаете, такая ложка может выдавать что угодно, кому угодно, но это не подтверждает ни научный статус, и вообще не признаётся ни одним государственным органом. Согласитесь, уже только этот факт настораживает в отношении этого человека, то есть можно ли к нему серьёзно относиться. Так вот, этот немый доктор предлагает волшебные рецепты быстрого обогащения и вообще решения любых ваших проблем посредством рисования особым образом различных линий, кружочков, треугольников и квадратов, которые он говорит, что это такое азбука особенная, особый язык он тут изобрёл, который на человека способен воздействовать. Вот я очень надеюсь, что мои коллеги что-то слышали о нейрографике и можете сказать, насколько вообще вот это миф и насколько он деструктивен. Насчёт рисования, мне кажется, в самом по себе рисовании нет ничего плохого. И действительно, работать со своим внутренним миром через кисть, через какие-то другие механизмы, инструменты – это вполне работающие вещи. Да это всё работает, если бы он не предлагал работу с будущим. Ну, в общем, главная проблема, мне здесь кажется, это действительно отсутствие у большого количества людей критического отношения к каким-то очень громким заявлениям. То есть, ну, человек, неважно какой, он может изобрести или рассказывать про себя всё, что угодно, какие-то там бумаги показывать. Но есть, значит, аудитория, которая в это верит, есть аудитория, которая за это готова заплатить деньги. А при этом вопрос, а насколько это всё работающие вещи, насколько это всё доказуемо, он, видимо, не ставится. И вот это главная проблема. То есть, здесь неважно уже конкретно, как там зовут какого-то доктора или псевдодоктора, а важно, что само большое количество людей, оно не задаёт правильные вопросы. А правильный вопрос – как это проверить? Тимур? Я вот, наверное, больше бы сказал вообще про, опять же, информационный поток по поводу нейрографики, да, то есть, много же тестов разных, проецирование своего внутреннего мира, да, то есть, как ты видишь там картины мира, себя и так далее. То есть, это, да, конечно, полезно. Может быть, как-то человек начнёт через рисунки, через картины понимать себя в большей степени. Но вот насчёт качества, опять же, то есть, лучше говорить про то, что проверяется, наверное, а вот как это проверить? То есть, это, опять же, наверное, может, рекламный ход, да, то есть, опять же, на мой взгляд, так. Понятно. Так не очень, так сказать, как-то мы нашим слушателям. Но тема-то новая, да, то есть, пока она ещё в интернете, хотя уже есть опровержения, но ещё пока немного. А больше, знаете, так, если вы наберёте там вот миф там по поводу нейрографики или там всё, будут писать статьи те же ученики этого Пискарёва, которые через какое-то время будут предлагать вам пройти эти же, так сказать, курсы. И, на самом деле, вот как Захар сказал, совершенно точно известно, да, что если рисование, оно помогает снимать стресс. Но, понимаете, с помощью рисования нельзя создать будущее, и в котором вы будете богатым и счастливым человеком. И вот о том, как быстро разбогатеть, наверное, можно было бы ещё, так сказать, привести примеры определённых мифов. Ну, вот, допустим, сейчас существует много компьютерных школ. На чём они зарабатывают? Они зарабатывают, можно сказать, ну, на разных вещах, но, в частности, на таком мифе, что если стать известным компьютерщиком, там, программистом или хакером, то, значит, ты через какое-то время, там, у тебя будут такие заказы на миллионы долларов, там, быстро разбогатеешь, да? Или что, если ты станешь киноактером, ты станешь известным, и опять-таки быстро разбогатеешь. Ну, мы-то ведь знаем, что в реальности мало кто добивается успеха, а если и добивается, то по иным причинам. То есть, не потому что ты талантлив. К таланту, к сожалению, в России должны прилагаться ещё и удача, или, как минимум, связи. То есть, кто-то должен тебя толкать. Вот, может быть, что-то добавить по поводу этого? Вот, сейчас, помните, у меня пример всплыл. Где-то несколько лет назад в передаче по телевизору был сюжет, там, НТВ, ну, какой-то из центральных каналов наших мощных показывали, даму, которая написала книгу, живёт она в Москве, там дома у неё были, судя по всему, то есть, такие у неё апартаменты, хоромы неплохие. Вот она написала книгу и презентовала в этой передаче о том, как она, как ей тяжело жилось. То есть, она где-то из глубинки, там, далеко, где-то у нас на востоке была. И началось с того, что она занималась проституцией. И чего она натерпелась, и чего ей стоило, скажем так, вот это всего достичь. И в итоге прозвучала фраза, что она пишет книгу для того, чтобы молодые и красивые девушки, вот, почитав эту книгу, так себя не вели. Потому что вот она такого там, судя по её рассказам, узнала, увидела, пока всё это достигла. Но это всё здорово. Но самое-то главное, что у нас основной роли играет подсознание. То есть, если вы хотите показать человека, то показать, наверное, где-то в более жалких условиях, а не в своём особняке и так далее. То есть, подсознание считывает результат. Мы все хотим эффективности, а не точности формулировок и комментариев к ним. И по этой причине вот этот миф, он достаточно имеет неплохую основу, на мой взгляд. То есть, я думаю, что очень многие задумаются эту профессию продвигать и захотят, прочитав эту книгу, не отказаться от этого, а наоборот, станет лидером и авторитетом. Да, Кот, основной вопрос сегодняшней передачи, она, кстати, у нас подходит уже к концу, и поэтому вот быстрые, так сказать, ответы. Всё-таки, как научиться критическому мышлению, чтобы можно было отличать мифы от правды? Только популяризация науки, изучение научных методов, постановки экспериментов и понимание, в принципе, того, как работает наука. А про это нужно с детского сада просто человеку рассказывать, рассказывать, показывать, его вовлекать в это дело, и только в таком случае он будет понимать, как это всё работает. В дополнение ещё расскажу, что критичность мышления – это вообще качество интеллектуальное, то есть есть группа познавательный интеллектуальный качеств, начинается всё с интереса у нас, это познавательное качество, появляется внимание, мы познаём что-то, у нас появляется память, опыт желательно в этом вопросе, и процессом мышления, обработки информации, мы для себя что-то укладываем, мир, то есть эту информацию, которая к нам поступает, и вот следующий этап как раз – это критичность, то есть у человека, если нет теоретической базы, если у него нет опыта, то он, скажем, вот скорее всего лишён этой критичности мышления, и по этой причине здесь подразумевается наработка своего опыта, то есть не только теории, но и с учётом теории, разумеется, точно так же. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу, надеюсь, что сегодняшний разговор кому-то из наших слушателей помог увидеть с другой стороны некоторые вещи, о которых он до этого никогда не задумывался. До свидания и до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Ума-палата